поедем сразу на автобусе что если что хоть можно будет сразу загрузить надо будет отсюда перекидать вот эти баки все сюда может он влезет но если не влезет тогда мы посмотрим что-нибудь придумал меня что-то лодка видите бурс подвала на всякий случай я унес потому что ну жалко 160 евро все такие большие деньги если у пруд вот я его домой отнесу поставлю в любимую шафреечку в общем друзья 200 и сколько 30 239 евро стоила заморозилка но она небольшая грамм и грамм да вот она была небольшая и ну как я и говорил юля что там вот в этой в призме в таких магазинах как правило это никогда нету на месте ничего это все надо либо заказывать я понимаю что других не нету вариантов даже если заказа всего 11 как это вызвать 1 1 штук туда и с него выбирай короче дорого покоцина она покоцина это уже давно стоит мы спросили а скидка есть какая-нибудь вообще на нее если это маленько полета ну то есть не выставочные как это витринный экспонат она пошла узнала к сожалению 10 процентов она такая убитая пошарпанная блины такие вообще минимум пол цены должны продаваться как манью а куда и короче не стали мы даже заморачиваться перка калпу интернете это большой выбор а вот есть ли у них внутри в том-то и дело плюс 18 градусов голоса а помнишь два года или три года назад когда мы ездили всей семьей на плотву было тоже жарко это было тоже пасха ну лодки тогда помнишь на островах на камнях мы пикник делали мы тогда столько наловили было холодно но было солнце было холодно но было холодно потому что таких куртках ну потому что мы были на воде был ветер так нам сейчас куда вверх калпу сидят отдыхающие на горочках да ясно мы вверх калпу решили поехать окольными путями не захотела ехать через весь центр блин по этим брусчаткам трястись поедем окольными короче короче в финляндии иногда такие машинки проскакивают в россии таких много здесь таких мало но есть вот она чихандра пытая купили сзади велосипед пытаются засунуть в багажник но не лезит они его и комментируют так надо колесо разобрать конечно надо колесо снимать переднее руль надо раскладывать это знаете это как мне прошлой неделе наша начальница сделала мне упава то есть это как бы не рабочий день это как бурку полин там какой-то там бла-бла-бла то есть я моя задача была в нашей канцелярии передней переставить убрать все старые столы поставить их более узкий вариант то есть она не рассчитала что эти два стола они скреплены между собой и шурупами и еще какой-то хренью под низом а у нас инструментов нет я воскресенье у нас холт умеет никого нету я очень бегала искала и дрели нашла я у наших физиотерапевтов в коморке там инструменты какие там отвертки все это открутила все эти хреновины и все-таки офигевали ты чё сама это сделал ах господи шея не могу шуруп открутить что ли конечно сама поживите с виталий вы сможете все делается еще мы такой фигни тоже на работе занимаемся помимо пациентов купили общем холодильник как я уже говорил купили морозилку взяли вирпул там еще в миде но они придут только летом но в любом случае я хотела именно вирпул видали больше я хотел подешевле она хотела подороже сказала половину тоже согласно оплатить вот эту праздницу которая дороже было 100 евро и даже резко такая пошла переобуваться в воздухе уже тапки поменялись только завтра потому что сегодня у них на складе нет у них оказывается здесь очень маленький склад хельсинки нужна была морозилка мы ее собирались купить зимой для прошлый в прошлом году мы летом собирались короче собираюсь теперь собрались а знаете народ так лучше сегодня пока ты собираешь ты никогда не соберешь пошел поехал все купил все из вариантов и вирпул мне очень понравился поставим его на кухню а вот маленький куда мы еще пока не под не решили посмотрим мусорник да он сдохнет по дороге доброе утро всех с добрым утром мы рады вас приветствовать на нашем канале юлика лайфлог едем мы за морозильником нашим все вчера мы как вы знаете не успели потому что склад уже был закрыт пришло подтверждение мне на телефон что все нормально приезжайте забирайте вот едем не знаю у меня все забито там постараемся как-то засунуть друзья у вас так вот возят детей у нас это колясочки специально да у нас это очень часто двое такие сидят пассажира приехали заправиться это ли решил еще окно помыть начинается еще машину будет мыть кстати так многие приезжают в наглую начинают машину мыть нам чего такой камушек попал стекловница здесь давайте мой уже быстрее начинается кому нужен профессиональный моющий кокон обращайтесь видите как с удовольствием свою работу выполняет завтра милее выступление первое международное я так волнуюсь сегодня полночи не спала что-то мне так страшно на работе чем она боюсь все вот так видите хоп все чистенько что это такое фары моет ос начинается я грубо обращайтесь профессионально вот друзья на чуть еще хотел сказать у нас еще сезон строительный не начался он только только в самом начале потому что но самое начало это уже будет конец мая вот там май бомба уже начинается в эстонию ездил все говорят ну не все но многие говорят все эстонцы наелись финляндии возвращаются обратно цены вверх все супер друзья каждая вторая машина эстонские номера одна эстонская речь это такого я давно не видел еще сезон не начался машин просто караул сколько это одни эстонские номера буквально все это изменилось это сколько недели две назад еще практически не было машин все как грибы повылетали не верьте тем кто говорит что эстонцы возвращаются здесь все плохо было бы плохо здесь бы не было столько приезжих сейчас ну в смысле гастарбайтеров рынок строительный час по моему украины занят да вот это кстати поехал когда вот в эстонию в тарту был по радио выехал всю дорогу слушал все звонили на радио там как раз была выставка это в бирже труда и тема была как раз с этим связано каждый второй звонившийся жаловался что слишком много рабочей силы с украины которая заняла весь рынок они работают незаконно в плане того что они согласны работать по 6 по 7 дней в неделю по 10 часов у них нету здесь ни семьи не тело им главное заработать денег и работодатели часто на это ведутся то есть увольняют своих работников берут этих потому что они обходятся дешевле и зарплата меньше и тыры пыры 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 то есть мы не конкуренты на что знаете что бирже труда сказала тогда надо идти вам учиться чтобы вы могли конкурировать с ними в плане рабочей силы потому что рынок вот этой где малоквалифицированные работы очень перенасыщен надо идти в инженеры в мастера начальники тогда там конкуренция будет ниже представляете то есть вы живете там и вы должны учиться идти что-то делать чтобы вам была работа чтобы вы не чтобы вы могли конкурировать на рынке ну это вообще я считаю что конечно далеко не правильно это бред знаете это все таки в эстонии далеко не так как финляндии что ты можешь учиться и тебе еще пособие в это время платье там конечно платье тут такие копейки на него не учатся за свои за свой счет конечно степенье настолько маленькая то есть это хорошо говорить со своей колокольни а вот вам вас в эту шкуру то запустите я посмотрел бы как вы как вы согласились бы идти конкурировать с другими я ничего против украинцев да не имею вы ради бога работаете почему нет многие даже там на официальной легальной основе что вся информация по работе вы найдете на эстонском сайте там есть . и я там все расписано про условия труда какие вам надо выполнить условия что для этого надо для работы там все это есть многие приезжают довольно официально в отличие от финляндии в эстонии насколько я знаю намного проще приехать поработать но там конечно условия и труда и жизни ну пониже чем филе они вот и вся райса с пакет ну да можно сказать вообще нулевая но я это мое личное когда друзья мы говорим на нашем канале мы говорим от своей от себя и за себя и видение наше то есть это чисто наше оценочное осуждение живем в столичном регионе и говорим мы за столичный регион конкретно бывает только заванта так что мы не обобщаем за всю финляндию мы говорим от нас и когда мы говорим про эстонии мы говорим про тарту обычно про тарту потому что я жил всегда в тарту жил и про таллинн я вообще мало что знаю то есть про другие города в основном да мы всегда говорим если эстония дома в первую очередь про тарту вот вот такое вот у нас месседж так что друзья скоро видать грядет работе сидел что будет вообще не знаю суббота во вторник собеседования на практику четыре месяца нас практика то есть сама школа основная она закончилась и будет четыре месяца бесплатная работа это вообще это четыре месяца ни один ни два ни три четыре вот и самый парадокс в том не найти практику я брать я просто был поражен на строительном секторе только свистни там желающих будет нос и маленькая тележка на у сантехников нету и самый прикол но это потом я вам еще расскажу на нашем тематическом канале они захотели чтобы я еще пришел со своей шлемом со своей спец одежды из со своим голорит этим к срубой короче все свое чтобы было вот не знаю пойду во вторник короче будет я думаю там жара я посмеюсь что это вообще такое вроде фирма солидная давно на рынке а вот такие вот у них фишки нет значит потому что практики хватает просто надо ходить по местам либо звонить а ты рисовал резюме я рассылал как по старинке знаете разослал где-то в 20 фирмы только одна ответила надо постоянно раньше я бы не только разошлешь тебе там пять-шесть ответов придет в любом случае ты выбираешь а тут еще помимо того что надо звонить еще и хотите писать короче фигня все это увидите друзья на нашем тематическом канале все правда финляндия юлика лайв все правда кто не подписан подписывайтесь я вот всегда сама хотела даже себе когда медпрактику искала поликлинике я ходила сама чисто на рецепшене спрашивала номер телефона заведующий и звонила ей нужно вам практикант или нет когда у меня было так что видишь проблема в том что в строительном секторе нету на местах практически никогда рабочего вот придешь ты мастер а он объекте на объекте не пустят у тебя нет разрешения все это немножко другая контору позвонить а толку-то ну я могу позвонить в контору спросить этого они могут сказать что его нету либо ему ну да не конечно можно и нужно звонить это плохо понимаешь у нас есть языковой барьер вот все таки есть мне проще честно скажу говорить это ты глаза глаза если по телефону там бывает такое что ты скажешь ты не понимаешь и неудобно переспросить либо ты переспрашиваешь у тебя опять ляпки ты ничего не понимаешь что за слова а когда ты видишь его ты можешь его на руках там станцевать что-нибудь все равно поймешь не понять опять же есть некоторые захотят тебя понять и визуально тоже хотелось бы посмотреть и звонит даже не знаешь что за человек что за фирма потому что такая шляпа что и лучше не связываться так что вот едем и кто не знает мы едем верка каупа склад и нет я думаю что многие очень не знают где это такое как раз покажем если вы что-то будете большое покупать верка каупа в хельсинки то у них сто процентов этого на месте не будет и вам придется ехать на склад сейчас мы покажем где это находится склад у нас находится на тупо кантие 32 это фанта конец ванта туда уже за юмба пакета 3 проезжаем мотанет и направо садил слава только мы проехали и сразу первый съезд на право вот а тут налево скалы такие блин я ездил на рыбалку друзья если кто не видел это смотрите на моем рыболовном нет проблемов вот там такие туннели огромные вообще там штуки до 4 этих туннелей по дороге ехал по один там вообще длинный длинный было другие маленькие прикольно между ними всякие речки озера как красиво за но никуда не ездили семьей раньше чувствую обязательно в этом году надо вырваться по путешествует подальше где-нибудь красивые места посетить и если будут денежки на кармане то можно вон верка каупа заранее да буду складку как рядом как в принципе так матан это можно не париться ехать дальше следующий поворот от мотаны то будет пусть и верха каупа писты самолет идет на посадку знаете надо так ешь на работу только такая такая тень и так узнаешь на тебя резко вылина особенно туман кладу продовольственный склад какой-то мантан я келу кискус на сортировочный да и сюда наверное и надо понимаете на подумать куда нам и как лучше боком или жопой сейчас жопой нами на ноута писты сокус окошко тебе выдад оттенек подумаем время работы внутри 699 все удобно да ну потому что у них видишь в хельсинки большой очень магазин а склад вообще малюсенький он сказал поэтому у них практически ну таких емких вещей практически ничего нет там есть телевизор так у них там и заехать некуда разлетались распогодилась это вроде большая машина да но ответали талант видимо это рыболовный склад рабочая рыболовная да тут наверно тут тут там был совсем большой ты боялся он широкий же ты осторожней слышь мне еще надо заехать за соком что я завтра везу пуфет сок мы имели это завтра соревнования опять я думаю что мы там высоких мест не займем но как говорят что важно не само место важно что тебя вообще выпустили на ковер потому что на ковер но это у нас далеко не всех не все к нему готовы это опыт вот мы один раз случайно здесь проезжали он какой-то большой необычный мы в нем еще ни разу не смотрим если мы его найдем просто как-то в хобби ездил один рождение к кому-то да да а я вот как раз и видел тогда это виду здесь большой с какой а вот он здесь сбоку да вот это его часть очень зайдем посмотрим вообще что это такое возьмем вас для с собой смотрите ребята короче вот рядом с этим лидовом практически напротив тут какой-то байк тим видать это какая-то тут вот и магазины какие-то я я думаю что здесь может какой-то клуб у них байкерский короче куча тут этих байков стоит очень много там у магазина там куча всяких увидите там вот целый ряд стоит такой короче видать тут какая-то у них группировка ладно пожили в этот лидл вот смотрите это висюльки с дерева смотрите что такое за дерево необычное такого еще не видел там рядом такое же смотрите покажу поближе кто знает пишите что это за чудо-юдо похоже на как у на по стволу похоже на осину да не думаю да не могут они всю зиму так стоят и чё ну потому что не могут его да вон свежие смотри вот эта почка их это почка была и они сейчас выпустили да это семена уже пошли у них умеете не знаю наверно будут это только начало юля ботаники ботаники да смотрите эти деревья тут везде да они такие высокие углу офигеть это где-то четырехэтажный дом или свиньи пяти такие вот тут стоят нифига он огромный обалдеть наши дети любят такие булочки по евро шестьдесят девять и смотрите тут эти самые круассан чеки есть в упаковочках уже каждый по отдельности расфасованной стоят они у нас евро восемьдесят девять вот такую красоту ли пять штучек там они у нас какой-то с начинкой еще шоколадной тут много всяких этих кексиков выпищек вот эти кексики мне тоже нравятся нормальные нормальные тут выпечки много короче да друзья наверно по по размерам этот наверно riddle вообще самый большой что я видел вот он очень большой вот выпечки сколько тут всякой разной круассанчики и булочки и пирожки видите все донец что хотите смотрите друзья какая красота здесь такие зайчики сделаны перед широковат да думали в прихожую поставить вот короче модель его вхс 2121 10 лет у него гарантия на компрессор это такой грязный сверху да и елы-палы черная пыль это он либо 28 лет стоял ну да не но он видимо стоят там несколько чуть сейчас друзья мы его вскроем и тогда вам покажем это у нас подготовка не какая она это что как ты будешь имели ты не садишься полностью правая корявая что это за какаха что это за какаха я не понимаю у меня лево лучше и сейчас смотрим равновесие это лево идеальное куху надо куху а теперь смотрим правая кошмар кошмар изуминка это кошмар ты налево надеюсь делаешь на выступлении да я прямо у тебя тут нога левая куху ты должна куху ее подтянуть иди туда больше у меня клуб более ну убери его ну еще раз тянешься ну вот это на холодную и это раньше было на левую ногу я только недавно это выучила то у меня так как это раньше было вот так вот что это ну что это вот так а на левую ногу а сейчас вот так вот так выглядит вот эта морозилка которую мы распаковали собрали вот вот такой вот вирпл не знаете вот этот маленький мы тогда либо в эстонию отвезем либо в коридор куда-нибудь поставим не знаю еще не решили что мы с ним делать будем вот он он сюда вообще не вписывается занимает только место этот тогда развернуть вот так будет нормально вот смотрите у нее тут три положения он включен на серединке а он такой здоровый вместительный вот такой вот он очень-очень глубокий то есть туда если так взять рука ну по локоть залезают моя тут уже он корешки куча тут уже какая-то рыба внизу корешка тоже это наши заготовки будут рыбные вот туда теперь нормально 200 литров сюда хоть влезет теперь много не надо переживать куда рыбу положить у нас рыбу идет очень много потому что у нас в принципе все едят рыбу очень много в эстонию отправляем и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok